31 августа Лобинск стал участником Всероссийского субботника «Зелёная Россия». В этот день на вести санитарный порядок на улицах города и лесопарковых зонах вышли сотни грозан. Сотрудники мэрии решили расчистить территорию котлованов от мусора. За лето берега водоёмов сильно захламились. Любителей отдыха на природе много, но большинство из них о культуре поведения, наверное, ничего не слышали. Буквально за час работники администрации собрали несколько десятков мешков с мусором. К этому экологическому патрулю присоединились воспитанники реабилитационного центра «Радуга». А работники газового хозяйства в это время наводили порядок вдоль реки Лоба. К приезду санитарной комиссии большой объём работ был выполнен. Исполняющий обязанности главы города Владимир Пелиджанян поблагодарил за участие в Всероссийском субботнике. Вышли всем коллективом, убрали мусор, очистили территорию Лобы от мусора. Много мусора? Приятно было? Да, очень. Мусора очень много, конечно. Мы когда всё это собирали, делали выводы, да, всё-таки. Ну, приехал отдыхнуть, бери мусор за собой. Поэтому культура у нас ещё не на высоком уровне. В этот день фитосанитарный порядок наводили и на улицах города. Вдоль дорог работали косари, электромонтажники обновляли освещение улиц. Актив 4-го микрорайона убрал лишнюю поросль на улице Победа. Для себя участники субботника решили, дождь не помешает выполнить намеченный план работы. Мы всё-таки по итогам 2012 года были признаны лучшими в городском поселении ТОС, наш 4-й микрорайон. Поэтому мы стараемся поддерживать это первое место и поддерживать наш микрорайон в том состоянии, когда люди скажут спасибо. К сожалению, активности от населения Всероссийской экологической акции не наблюдалось. Но советы ТОС не отчаивались. В 5-м микрорайоне 31 августа на перекрёстке улиц Калинина и Ротная работали над созданием новой клумбы. Цветы председатели квартальных комитетов принесли из дома. На совете микрорайона, который состоялся вчера, мы решили создать ещё одну клумбу в 5-м микрорайоне на месте несанкционированной свалки. Конечно, мы очень надеялись, что жители квартала 34-го выйдут и помогут нам. Но, к великому сожалению, никто сюда не вышел. Люди добрые, подумайте о том, что каждый пакет, каждый мешок, который вы бросаете, это не только грязь, это не только мусор, но и конкретно грязное пятно в вашей душе. Чем больше вы будете делать добрый дел, хотя бы сделайте доброе дело не бросать больше сюда мусора. Общественность первого микрорайона застали за уборкой территории Северной промзоны. Мы сейчас убираем опять эти дороги, чтобы были они чистые, проводим порядок. Выставили косырей у нас, косится Леонтьева улица, убирают прохладный, прокосили улицы сейчас и подметают там люди, повыходили. То есть, весь микрорайон работает. Большая генеральная уборка в этот день шла и на территории Центральной районной больницы. Медработники, вооружившись вениками, граблями и тяпками, наводили санитарный порядок. Экологическая акция «Зелёная Россия» – не единственное мероприятие, прошедшее в учреждении здравоохранения. 31 августа в ЦРБ решили открыть фонтан. На это событие собрались врачи, медсёстры, пациенты. Идеей соорудить фонтан на территории больницы принадлежит заместителю главного врача Николаю Осписявым. Как мне говорили, здесь будет некрасиво, будет мусор и так далее. Я считаю, это не главное. Главное – это то, что люди будут здесь любоваться, отдыхать и забывать о болезни. По итогам работы субботник в Лобинске состоялся. В течение дня удалось очистить от мусора более 20 тысяч квадратных метров, ликвидировать 45 стихийных свалок, высадить множество цветов. В акции приняло участие более 3 тысяч человек. Особо хотелось бы отметить такие организации, как ОАО «Лобинск Райгаз», которые славно потрудились в районе реки Лоба и убрали большой участок дамбы от мусора. Интересное мероприятие было приурочено к проведению субботников в ЦРБ. Там был запущен фонтан. Там трудились и школы, детские сады. Они наводили порядок на внутренних территориях дворов. Хочется выразить слова благодарности тем коллективам и жителям, которые вышли на субботник, которым дорог Лобинск, и которые заботятся о его чистоте. Поблагодарить те организации, которые выделили автотранспорт для проведения субботника и способствовали всячески проведению субботника.